Всем привет! С вами канал Artmania и сегодня у нас с вами видео обзор на посудомоечную машину. Компактную. Посмотрите, какая она маленькая. Вот сверху у нас сразу лежат с вами документы. Кстати, хорошо упакованные, чем у робопылесоса. Давайте их откроем. Что у нас тут с вами идет? Так, что это? Наклейка, которую можно, кстати, приклеить самим. Наверное. Или чтобы она просто была. Не знаю, по-моему, у меня на холодильнике была уже приклеена, когда мы купили. Так, то, что бывает разных цветов Медея мини. Все тут рассказано, что куда, что можно даже помыть овощи, фрукты. Это, на самом деле, суперски. Если вы с дачи приехали, уставшие, да, и вам нужно, допустим, вы хотите варенье яблочное делать, вам надо помыть много яблок. Вы просто туда загрузили, помыла она, вы оттуда вытащили уже сухие и делать с ним, что хотите. Так, здесь что у нас? Гарантийный талон, видимо. Такой, знаете, похож, как в школе АБЦ. А, ну да, видимо, это гарантийный талон какой-то. Да-да-да, точно. А, вывернутый, что ли? А, вывернутый. Так, здесь что? Тоже талон гарантийный. Так, что-то я не вижу. Что, их два, что ли? И, конечно же, инструкция. Ладно, инструкцию мы с вами посмотрим чуть-чуть попозже, давайте. Давайте с вами откроем и посмотрим, что же у нас находится в самой машинке, что же у нас входит в комплект. Покупала я ее в ДНС за 25 тысяч. У нее, кстати, вот так вот двигается. Так. Смотрите, я еще не открывала. Открываю первый раз с вами. Даже еще не включала. Так. Конечно же, я здесь вижу саму карзин. Кстати, она большая. Она реально огромная. Смотрите, у меня вот моя ладонь сюда не влазит. По видео другим я смотрела, мне казалось, она вообще маленькая на три яблочка. Но нет, смотрите, она, кстати, такая очень качественная. Так. Здесь сразу же идет у нас в комплекте шланг для воды. Завязанный крепко. Такая штучка. Это чтобы засыпать соль или заливать воду. Вижу кувшин. В кувшине у нас шланг сливной, с которого будет сливаться. И даже есть силиконовая, наверное, или какая-нибудь штучка, чтобы шланг неожиданно у вас не начал там танцевать, как змея. Тут даже есть болт, который затягивает. Затянуть можно. Так. Здесь у нас с вами подарок. Это, кстати, очень приятно, то, что лежит сразу подарок. Здесь у нас что-то там находится. Сейчас мы с вами посмотрим. И, конечно же, сам кувшин. Но самое интересное то, что вот этот вот, куда заливается вода, находится... Мне бы хотелось, конечно, чтобы вот тут она находилась, мне удобно было. Она находится там в самом конце. И, конечно, вот этот кувшин не всегда не всем нужен. Он, кстати, довольно такой хороший. Он очень плотный, такой очень качественно сделанный. И тут, естественно, есть литры. 0,6, 1,2, 1,8. И тут также. Здесь очень такой классный. Такой очень удобный. Для бутылочек такая вот штучечка. Здесь вот по две, чтобы она стояла, видимо, хорошо. Такая довольно мягенькая. Так, сама вот штучка, в которой вставляют... Да, вставляют или ложатся ложечки-вилочки. При том, что я видела, некоторые просто их кладут, а некоторые ставят вот так вот. Но по отзывам слышала, что она не очень хорошо помогает, когда они в ней находятся. Вот так она ставится. Так, здесь, кстати, какие-то вот есть еще защелочки непонятные. А, все, поняла. Вот, для посуды здесь. А я думаю, что там за прищепки такие? Так, она у нас выезжает. И она также вот, пожалуйста, достается. То есть, вы можете ее оттуда достать. Поставить. Поставить на нее посуду. Потом поставить ее просто обратно. То есть, тут, знаете, очень удобно. Я много машин пересмотрела. Вот здесь вот есть вот, видите, колесико. И вот тут есть вот между ними место. Это очень удобно. В других машинках вот этого нет. Она там как-то там непонятно заезжает, непонятно как. И там что-то непонятно происходит. Так, давайте ее пока вытащим. Она, кстати, очень качественно сделана. Такая она прям. И, наверное, она прокрашена. Хорошо, чтобы вот тут ржаветь не начало. И колесики такие вот хорошие. То есть, прям классно. Так, что мы с вами видим внутри? Естественно, там излишки. Так. Насколько я знаю, здесь находится у нас фильтр, скорее всего. А сюда засыпается соль. Ой. Ну да. Точно. Также здесь, кстати, вот есть магнитики. Тоже залеплены здесь. Скотчем надо отклеить. Так. И давайте же с вами посмотрим, что же у нас находится тут. Что у нас за такой подарок. Ну, по всей видимости, здесь какой-то вот гель написано. Да. И две штуки, чтобы мыть. Давайте посмотрим. Так. Что-то я немножечко резанула. Что это? А, я не с той стороны что ли открыла? А, это рекламка. Ну ладно. Еще полбеды тогда. Ага. Да. Вот есть какое-то средство. Кстати, очень так ароматно запахло. Да. И здесь есть две таблеточки. Кстати, они такие рассыпчатые. Очень жалко, кстати, что здесь сразу не кладут соль. Потому что вот так человек, когда покупает, я, например, когда собралась уже покупать, очень-очень много всего не знала. Так. Сейчас я быстренько посмотрю инструкцию и вам дальше расскажу. Так. Инструкция тут, конечно, такая довольно сложноватенькая. Надо хорошо вглядываться, хорошо продумывать, знать, естественно. Так. Здесь вот, да, получается у нас фильтр. То есть тут забиваются всякие каки, всякий мусор. А когда придет время менять, то я, наверное, запишу ролик. Посмотрим вообще, что там, как там. Здесь действительно, да, здесь соль. Соль сюда кладется. Заливается туда водичка отдельно. И кладется туда соль. Либо в таблетках, либо в порошковой. Я купила порошковую соль. Три килограмма двести тридцать рублей, по-моему, как-то так. Или триста двадцать рублей. Там же в ДНС. Так, все, встала. Теперь мы с вами посмотрим, какого же размера влазят туда тарелки. Так, у меня вот есть большая тарелка. Вот такая. Сейчас мы попробуем. А она туда, смотрите, она туда влезла. То есть, ну, в принципе, хотя бы одну тарелку помыть. Вторая, не знаю, вот так влезет вообще. Например, вот, если вот сюда. Уже с трудом, кстати. То есть, если к вам придут гости, то... Ну, либо как-то вот так вот. То влазит сюда только одна большая тарелка. Так, ее размер. Сейчас посмотрим. Двадцать семь сантиметров. Остальные, в принципе, маленькие тарелочки уже сюда влезут. Но хотя бы, допустим, в одну тарелку вы помыть большую сможете. Перейдете на маленькие тарелочки. Так, давайте ее померяем внутри. Попробуем измерить. Ну, если тарелка двадцать семь сантиметров, конечно, лазит. То, я думаю, как раз... Ну, давайте попробуем. Померяем. Давайте измерим, попробуем. Там, наверное, как раз где-то двадцать пять сантиметров. Где-то. Ну, да, вообще-то она наискось же, да, то двадцать пять сантиметров. Где-то плюс-минус. Ну, тут вот остается у них внизу очень много места. И вот так у нас получается тридцать пять. Те размеры, какие там, они совпадают. Там все правильно. Так, здесь, кстати, вот написано шесть грамм. Сюда помещается маленькая таблеточка. Да, кстати, сейчас я почитала. Это, оказывается, ополаскиватель. Я сначала подумала, что было бы супер, если бы это была какая-то специальная штука, которую надо как раз сейчас вот туда заливать. Чтобы измылись все масла, чтобы масла все ушли, которые там находятся внутри нее. Было бы здорово, чтобы, ну, так не покупать. А это, оказывается, ополаскиватель. Но, блин, очень неудобно то, что он не может стоять. То есть, куда его потом денут там? Ну, блин, как так? Упаковка такая. Ну, и сами, конечно, таблеточки, которые сюда плохо влазят. Вот. Давайте теперь ее посмотрим так. Поближе. Что у нас сверху? А, лампочка сверху. И тоже отсек, да, вот этот вот, который тоже воспрыскивает. И лампочка. Супер. Лампочка. Так, в инструкции показано, как правильно надо складывать посуду, как ложки. Ложки можно и так, и сяк, и вешать, и как угодно. Ну, в принципе, я думаю, посуду вы уже сами, как захотите, так ее и положите. Это уже чисто ваше мнение будет. Ну, так. По... Здесь вот уже по меню. В инструкции довольно сложновато написано. Но, я думаю, я разберусь. И мы с вами посмотрим. Здесь такая имлемка. Так, здесь вот заливается водичка у нас. Так, давайте ее откроем. Открывайте крышку. Резервуар. Опа! Прямо по руке. Вот он находится. Он прямо находится почти на самом-самом конце. Здесь есть такая сеточка. Не думаю, что это выкручивается. И, конечно же, вот он. Наверное, сам стаканчик, чтобы вам было удобно наливать, чтобы ничего не расплескалось. Наверное, это так. Здесь она такая, очень гладенькая. И есть от нее крышечка. Здесь крышечка просто прикладывается. Она все равно никак не закрывается. И тут то есть вот. Она просто чисто прикладывается и там находится. Ручечки. Сейчас, честно говоря, ручки не о чем. Так, сзади, смотрите, у нас находятся две штучки. Здесь у нас получается вот эта вот. Сюда заливается вода. У нас, кстати, на закрутке ее можно оставить. Там прям полбочка хорошая, заклеенная. Здесь у нас заливается вода. У нее тоже резиновая такая штучка. Прям классная. А тут так вот заболзет кто-нибудь. С этой стороны кажется, что щель, но нет. Все герметично, все закрыто. Вот. Смотрите. То есть вот. Само оно вот. Получается, вот оно. Здесь все герметично, а это получается другая совсем. Так, я ее поставила на место и мы с вами займемся подключением. Смотрите, есть три способа залива воды. Либо вот там, либо через эту вот штучку подключение к трубе, либо ее можно подключить еще и к крану, если у вас на кране есть резьба. То есть посмотрите, в принципе, это очень удобный способ. Очень. И продаются специальные переходники. Но у меня, к сожалению, такого нету. Поэтому мы будем подключать вот этот вот слив. Такая вот здесь штучка. Неудобно. Туда засовываем. Не знаю, правда, в какую сторону крутить, но куда-то крутить надо. Не знаю, подключаю посудомоечную машину, честно, первый раз в жизни. Так, ну вот смотрите, она встала на свое место. То есть вот тут она будет стоять. Здесь вот сантиметра, наверное, четыре где-то остается. Очень сложно сюда попасть. Ее можно либо подвинуть боком, то есть ее вот каждый раз вот так туда-сюда двигать. Может быть вниз что-то подложить такое, чтобы не царапать столешницу. Либо я планирую, может быть, каким-то шлангом заливать туда воду. Так, опа, включается свет. Смотрите. Так, нам надо сейчас залить туда соль. Это пока уберем. Так, сегодня у меня вот такая вот соль. Купила там же в ДНС, я говорила. По-моему, 320 даже рублей. Здесь три килограмма у нас. Откручиваем. То есть вот он, да. Легко откручивается. Получается просто... Просто там такие штучки, и когда оно откручивается, он просто заезжает туда куда-то. Отъезжает, заезжает, отъезжает. Ну, вот такое. Так, давайте теперь воду заливаем туда. Ничего нету. Конечно, очень хорошо бы сейчас есть специальные средства, которые как раз вымывают масла вот эти. Мы с вами положили. Вот. Нам индикатор показывает, что нет воды. Что налейте водичку. Ай, сейчас мы с вами будем пробовать наливать воду. Так. Вот я ее поставила немножечко боком. Более-более как-то там менее. Вот. Самый классный еще то, что она пропищит, когда воды будет достаточно. Опа. Все. Вуаля, наконец-то. П-2 вроде как часовая мойка. Давайте выберем по 2 часовая мойка. Часа. Вот все фрукты в 12 минут. Есть 6 минут. Да. Бутылочки 2 часа. Только 2 часа. Стекло 1 час 30. Ну. Так. А тут. Что-то непонятное. Фух. Нажимаются, конечно, они... Не знаю. Лично у меня сложновато. Лучше были бы кнопками. Так. Здесь у нас что? А. Здесь это у нас получается индикатор. Смотрите. Загорелся. Это у нас хранение. То есть индикатор программы хранения. То есть она будет, наверное, воздухом там обволакивать. Так. Второй раз нажимаем. Это у нас экстра сушка. Ничего не понятно? Может быть, надеюсь, что вам было что-то такое понятно. И давайте приступим. Вот это кнопка старта. Нажимаем. Так. Смотрите. Там уже все запотело. Неожиданно что-то там забулькало. Ну. Буду учиться. Буду вам все рассказывать. Также, конечно, пишите в комментариях свои вопросы. Кто только-только еще собирается купить ее. Кстати. Смотрите. Нарисована клубника. То есть тут даже можно мыть клубнику. Яблоко и виноград там написано. То есть даже вот клубника нежная, мягенькая. А все равно можно. Представляете? Как это круто. Вуаля. Смотрите. Она обрызгивает. Уже на 1 час 54 минуты. То есть целых 6 минут она обрабатывала все это паром. Теперь водичкой. Так. Звук того, как она работает. Вот там, я думаю, вам громче было. А вот просто стоять вот здесь вот. Ну довольно просто бурчащая вода. Буль-буль-буль. Не так уж и слышно, кстати. Может быть, конечно, она пищит громко. Я не знаю. Ну, в принципе, пищат все. Не знаю. Как по мне, она довольно тихо работает. Стериальная машинка, я думаю, наверное, работает громче. Короче, слилась немножечко водичка. С каким-то таким небольшим мусором. Кстати, водичка такая немножко желтенькая. Все-таки не зря мы с вами приполоскали. Так. Час. То есть она снова слила воду. Потом слила всю воду. И звуки, кстати, по ощущению, как будто работает фен. Видимо, сушка. Так. С вами сейчас будем ее подключать. Будем ставить теперь грязную посуду. Я уже залила водичку. Открываем. Такие у нас тарелочки сегодня. Кладу я половинку нашей таблетки вот такой вот. Потому что она у нас с вами маленькая. Здесь есть место. Кладем. Ну, наверное, P1. Она согласна. Кстати, вот надо сказать, сделана она вообще очень качественно. Прямо она такая красивая. И много я перечитала отзывов. Отзывы были, что там какая-то стенка трясется, ходит ходуном. Какие-то странные звуки там непонятные. Что людям приходится там к какой-то стенке постоянно что-то подкладывать. Чтоб она не дребезжала. А у кого-то она вообще не включается. У кого-то там что-то еще есть. Так, смотрим. Опа. Получается свет. Так, давайте посмотрим стакан. Ой, вода все равно осталась. О, чистый. Помните, там было посередине пятнышко чистый. Ну, чуть-чуть с краешку. Чуть-чуть, чуть-чуть остался. Он был весь изляпанный. Он был вообще моешь, моешь, моешь его. Но было очень сложно его отмыслить. Тут снизу я уже не помню. Немножко еще влажненькое осталось. Но он прям, смотрите, идеально просто чистый. Ой. Ой-ой-ой. Так. Вообще тоже, смотрите, идеально. Он таким, по-моему, не был никогда. Первый день покупки только. Вообще офигеть. Он весь чистый, причем. Ну, здесь не знаю, что там. Тут тоже. Здесь вот ощущение. Вот то ли он мокрый, то ли вот что-то осталось. Ну, нет. Наверное, просто он мокрый. Все такое горячее. Так, эти. Даже, кстати, вот эта вот пиалка стояла неправильно. Она вообще вот стояла как-то у меня не пойми как. Честно говоря, я думала, она останется грязной. Правда. Она такая теплая. Чистая. Тоже чистая. Этикетка, кстати, осталась. Я еще думала про тарелки, у которых этикетки остались. Думаю, не дай бог она улетит, где-то застрянет. Думаю, нельзя класть. Нет, она осталась. Ай-ай-ай-ай. Там еще бутылка, бутылка. Помните? Ах! Бутылка вообще, смотрите. Этикетка, кстати, осталась. А тут была? А тут я, по-моему, содрала, наверное, скорее всего. Не помню. Смотрите, она идеально чистая. Даже налета нет. Чуть-чуть влажненькая осталась. Ну, в принципе, это ничего страшного. При том, что там она была засохшей. То есть внутри были пятна засохшие. И я думала, что она с тонким горлышком. Там сложно вообще туда очень попасть. Но она чистая. Пахнет ароматно. Ну, тарелка. Вообще прям идеально чистая. С этой стороны тоже чистая. Кстати, смотрите, внутри пены вообще нет. Хотя ее было очень много. То есть ее вот тут вот первая была мойка. Она воду свлила, пена осталась. И буквально за час с чем-то я подходила. Смотрю, пены очень много. Я думаю, ну, все, наверное, пена останется. Придется самой все вымывать. Нет, смотрите, вообще нет ни пенки. А наверху вон. Ну, что-то вот она немножечко плохо. Целый час она остужается. Ну, вернее, пытается, чтобы вот это все просохло. Не знаю, может, у меня брак просто. Но вон даже наверху там воды навалом. Эти капель остаются. Не знаю, может, ее нужно еще оставлять, чтобы она еще сохла какое-то время. Так, отправляем мыть. Кастрюлька. Такая она вот тут вот кругом заляпанная. Вот это вот противень очень грязный, жирный. Вот тут вот пятна. Вот тут вот они. Вдвоем, кстати, они поместились, смотрите. Неплохо так. Там кастрюль внутри грязненькая, но я ее немножечко оплачула. Не настолько грязная. Ну, как бы грязненькая. Водичка была залита. То есть вот я вскрыла. Пластмассовая находится еще. Ну, тут прямо она пластмассовая. А вот тут вот чувствуется тоненькая. Видимо, ее так кидать что ли надо. Ничего не написано. Ничего вообще. Никакой инструкции нет. По-моему, наверное, так кидается. Так. Ну, вот смотрите. У меня все помылось. Кастрюлька. Ну, в принципе, она помылась. Но вот тут вот чуть-чуть. Вот я вижу осталось. Тут осталось. Но она прям очень хорошо помылась. Тут все отмылась. Здесь вот не отмылась. Ну, здесь уже въевшаяся грязь, видимо. Она, наверное, уже не отмывается. Так же здесь я еще потом такую штучку положила. Вот тут вот была желтая въевшаяся грязь. Смотрите, идеально чистая. Чуть-чуть вот здесь вот осталась. Не долетели, видать. Тепленькая. Ну, немножко, да, вот она есть. Зато внутри идеально чистая. Сухая. Смотрите, полностью сухая. Так. Там у меня робот-пылесос работает. У него тоже отдельный был обзор. Посмотрите потом. Так. Форма. Ах. Чуть-чуть, чуть-чуть. Смотрите. Чуть-чуть. Вот тут не долетело, что ли, до краешек. Не знаю. Но, в принципе, кстати, идеально чистая. Вот прям она идеально белая. Вспомните, какая она была. Она была желтая. Вся грязная. Не устала. Еще там пару раз помоется она. И, в принципе, вот эти вот края. Она не долетела, видать. Хотя вот отмывается, кстати. Видимо, до краев не долетела. Оно идеально чистое. Так. Есть у нас еще вот такая штука. Не знаю, откуда она такая вот прям жирная. Смотрите. Грязная. Все время лежала в шкафчике. Но ее тоже. Вот тут я уже, смотрите, загрузила очень-очень много. Там три стакана. Этот. Там куча всего. Ложка. Все жирная, грязная. Так. Эту таблетку разделила пополам от нее. И плюс вот эту вот. Не знаю. Сюда вот, наверное, положим. Ну, вот идет она. Кстати, очень удобно то, что вот здесь вот есть сеточка внизу. Вот другие модели, я смотрела более, которые побольше. У них сеточки внизу нету. Ну, не такая она частая, как бы вот. Видно. Это, мне кажется, не очень удобно. Все жирное, грязное там все. Ножи вот сверху поместились. Вот так вот. Вот. Воду я уже залила. Вот. Соль. Уже давно не требует она соли. Уже без соли, наверное, моют раз четвертый, пятый. Где-то так. И сейчас будем включать. Ну, включаю, как всегда. П-1, 2,40. Другая здесь. Сколько? Час. И 29. Будем включать П-1. Смотрите. Поздно положила, правда. Но, в принципе, они отмылись. Вот тут была грязь. Вот эта была вся грязная. Вот эта тоже поздно положила, но почистить стало. Вот эта тоже отмылся. Тоже положила поздновато. Стаканы все чистенькие. Эта тоже поздно положила. Уже под конец почти. Чуть-чуть она не отмылась. Это зато отмылась. Слава Богу. А вот и пенка. Офигенная пенка. Смотрите, сколько. Много. Посуда уже вся чистенькая, чистенькая, чистенькая. Ну, вот и подошло мое видео к концу. Обязательно задавайте вопросы. Пишите комментарии. С радостью еще запишу много роликов. Отвечу на все вопросы. С вами был канал ArtMoney. Всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии.